То, что касается результатов, мы должны распространять интегральное воспитание. И для того, чтобы это делать, мы должны прийти к распространению очень такому широкому. Так должны быть результаты. А если не будет результатов в этом, как мы вообще преуспеем? Это правильно, с одной стороны. С другой стороны, я обязан вкладывать. А не то, что результаты, которые я вижу на местах, они будут как вознаграждение для моей работы. Может быть, я буду учиться через это, как лучше я могу производить работу. Это правильно. Но не то, что я получаю это как вознаграждение. Я получаю это только как исправление своей работы. Так как я это лично принимаю... Это я, я не говорю пока. Не-не-не, не стирай. Я именно настаиваю на этом. Нет, это понятно, что вы говорите? Нет, это тебе понятно. Это не хорошо, неправильно. Я получаю результаты на местах. Я пришел в какое-то место, провел там семинар, какие-то действия с ними произвел. Я должен видеть реакцию, я должен научиться состояние от этого места. Но это все для того, чтобы улучшить мое состояние, когда я сейчас выполняю, чтобы я исполнял это лучше в другом месте. Это для меня не вознаграждение. Это для меня только исправление ошибок. И в всякий раз, когда я все поднимаюсь и поднимаюсь в своем искусстве. Это что-то другое. Это не имеет отношения к наполнению. Это связано с, можно сказать так, с наполнением моей профессии. Профессионалы во мне. Профессионал внутри меня становится от этого лучше. Но не то, что это считается у меня как вознаграждение. Я просто продолжаю в том же направлении, в отдаче, в отдаче, где получения, получения нет. Мой вопрос другой. Если мы говорим о распространении науки Каббала по всему миру, может ли быть такая ситуация, что мы не придем ко всему миру, потому что не получим награды? Но если мы увидим распространение в науке Каббала и миллионы людей, которые занимаются интегральным воспитанием, то значит мы в правильном направлении? Или так не должно произойти? Да, будут миллионы людей, которые будут заниматься интегральным воспитанием. Так если будут миллионы людей, это же индикация, что мы делаем работу правильно? Нет. А как так? Что за индикация? Просто делаем работу. Это значит, что если будут миллионы людей, которые занимаются интегральным воспитанием, или два человека? И сейчас есть миллионы людей, которые занимаются воспитанием. Правильную работу они делают? Нет, я говорю о наших людях. А откуда ты будешь знать, что это правильная работа или нет? Я не могу знать. Ну и все, а что спрашиваешь? Мой вопрос такой. Мы говорили о распространении науки Каббала. И работали, то, что называется, отправил и забыл. Мы давали людям материалу. А воспринимается, не воспринимается, неважно. Я говорю тебе, сейчас, когда ты получаешь от них реакцию, эта реакция должна быть в тебе только для того, чтобы улучшить то же действие отдачи. Это я понял мой вопрос. И снова, я настаиваю. Количество в физических действиях. Можем ли мы измерять нашу работу в распространении? Количество физических действий, то есть количество людей, которые проводят семинары в интегральном воспитании. Определяет ли это, проводим мы правильную работу или нет? Тоже. И спрашиваешь по количеству? Да, это определяет. Хорошо, тогда, если мы должны прийти к возможности производить максимальное количество физических действий, должны ли мы получать наилучшие условия, чтобы мы могли это делать? Что значит, можем ли мы получить? От кого получить? Что получить? Для того, чтобы распространять миллионам людям, тебе нужны условия? Деньги, места, люди, тысячи разных вещей, чтобы ты мог это делать. Правильно. Так, должны ли мы получать в качестве организации, которые это распространяют, вот это условия? От творца, от людей, не знаю от кого, каким-то образом? Да, может быть, да. Но как же тогда, может быть, что вместо того, чтобы мы получили хорошие условия, чтобы это проводить, мы получаем худшие условия для этого? Да, на это у меня вообще нет ответа. По всей видимости, мы еще не соответствуем, условия не такие, людям это не нужно. Мы сами еще должны продвинуться. Допустим, если я недостаточный мастер, я должен еще научиться этому на маленьком пространстве. А потом, действительно, когда я стану специалистом по интегральному воспитанию, тогда это разовьется. Это согласно материальным соображениям, алкновенным. Но, может быть, есть расчеты еще, которые я вообще не понимаю, не знаю. Но я не делаю расчет, как ты. Я не делаю расчеты, как ты, потому что для того, чтобы оправдать Творца или не оправдать его. Нет, не на уровне оправдывания Творца. Только я не знаю. В общем, просто я тебе говорю, я не знаю и не хочу знать. Я делаю то, что возлагается на меня. Можно делать, я делаю. А почему не дал мне делать это лучше и почему не сделал так-то и так-то? У меня нет на это никакого вопроса. И все. Нет никого вопроса. Я не делаю расчетов. Может быть, из-за того, что я еще не соответствую. Но если я буду соответствовать, он даст мне. И это тоже я не хочу делать расчетов и условий. Не хочу. Это неправильный подход. Ты ищешь как будто оправдание тому, что происходит. Или наоборот. А я не хочу вообще входить в это. Это значит, что мы должны прикладывать усилия и вообще полностью отказываться от результатов. Правильно. Молодец. Хорошо сказал. Молодец. 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 Продолжение следует...